Всем привет! Я Ира, или гид в шляпе, и тема сегодняшнего видео – украинский Петербург. Сегодня вместо шляпы у меня прекрасный головной убор, и начну я именно с него. Украинский венок. Украинский венок – это древнеславянский символ на самом деле, а точнее даже не древнеславянский, он возник впервые во времена шумерской культуры, а это на минуточку XII век до нашей эры. Позже он стал символом богини Инанны Иштар и означал «ясное небо». Тогда символ этот представлял собой круг из цветов, сплетенной в него лентой, которая образовывала два конца, а в середине изображали звезду. Шесть лучей пересекались в центре. Такой символ можно обнаружить, например, на саркофаге Ярослава Мудрого, который находится в соборе Святой Софии, что в Киеве. Это уже саркофаг относится к XII веку нашей эры. Итак, венок – это был символ этой богини Инанны, и означал он оберег от злых чар, от несчастий, и был пожеланием ясного неба над головой того, кто его носит. Наши предки верили, что голова – это основная часть тела человека, которая может понимать этот мир и таким образом влиять на него. Именно для этого голове нужен был вот этот оберег, этот символ. Постепенно венок входит в культуру славянских народов. Здесь все имело значение. Каждый цветок, который вплетался в венок, был символичен. И, конечно же, цвет лент тоже что-то означал. Каждый цвет. Ну и, наконец, вышиванка. Возможно, я кому-то сейчас сделаю не очень приятно, если скажу, что вышиванка относится не только к украинской культуре, а вообще к культуре всех славянских народов. А именно это национальная одежда русская, украинская и белорусская. Полотно для вышиванок всегда ткали специально вручную для себя и вышивали определенным образом. То есть от региона к региону узор вышивки мог отличаться. Соответственно, по одежде можно было определить, из какого села происходит тот или иной человек. Пару слов о том, много ли в Питере украинцев. Ну, на самом деле, определить на улице, украинец этот человек или нет, крайне сложно. Но разве что по фамилии или южно-русскому говору и то не всегда. Ведь точно такой же говор может иметь человек, например, из Воронежской области или из Ростовской. Украинец как иностранец здесь, в Петербурге, не идентифицируется никак. Украинцы жили в Питере с момента его основания, то есть с 1703 года. Тогда здесь, на берегах Невы, организовалось полтавское землячество. Его жители занимались строительством города и способствовали переселению сюда своих соотечественников, которые в основном приезжали для того, чтобы заработать. То есть нанимались на работу. Но надо сказать, что жили они здесь со времен основания города весьма неплохо, а многие были зажиточны. И вот в то время, в начале 18 века, здесь организовалось полтавское землячество из этих первых украинских переселенцев. А вот в 19 веке появилось еще одно землячество имени Тараса Григорьевича Шевченко. Посчитать, сколько конкретно в Петербурге сейчас живет украинца, крайне сложно. Ну, в зависимости от того, кто как себя определяет. Украинца можно выявить, так сказать, по фамилии. Ну, например, окончание на Епа, Мазепа-Прищепа, или на Ач, Йенка, Мищенко, Марченко, Матвиенко. Ну и опять-таки и русские могут иметь такие фамилии. Все зависит от того, что там было в седьмом колене. И сейчас вдаваться в эти подробности я не буду. Скажу лишь одно. Могу привести собственный пример. У меня половина семьи этнические русские, половина этнические украинцы. Я свою семью не разделяю на две части, для меня это одна единая семья. Я себя лично идентифицирую как русская. А может быть, кто-то в моей подобной же ситуации идентифицирует себя по-другому. Отсюда и сложности в подсчетах. По официальным данным, сейчас в Петербурге проживает порядка 300 тысяч украинцев. И это вторая по численности группа после русского населения. Относительно профессионального состава. Что это украинское население делает здесь в городе? Очень много задействовано в сфере науки и медицине. И даже в советское время, например, 40% всех врачей военно-медицинской академии были украинцами. В настоящий момент очень много, по некоторым данным, большинство духовенства Петербурга – это выходцы из Западной Украины. Также украинское население работает в гостиничной, ресторанной сфере. Бизнесменов достаточно много. И еще одна многочисленная группа, что неудивительно, это студенты. После распада СССР очень много украинцев осталось здесь, в Петербурге. И в 1997 году была создана организация «Украинская национально-культурная автономия». Инициативу проявили землячество и Союз украинских женщин Петербурга. Эта организация действует и по сей день при поддержке городских властей. Маленький фактик для вас. Именно здесь, в Петербурге, в 1798 году, что конец XVIII века, впервые была издана поэма Котлеровского, причем на украинском языке. А сам Котлеровский считается одним из основоположников украинского современного, подчеркну, литературного языка. Ну а теперь я поведаю о известных и значимых жителях нашего города, которые имели украинское происхождение. И первые в моем списке братья Разумовские – Алексей и Кирилл. Алексей Разумовский, собственно, первый в моем списке. При рождении у них была фамилия Розум. Фамилии, конечно, не переводят, но тем не менее, в буквальном переводе это означает «ум». Алексей был украинским казаком и, по слухам, тайным мужем, ну и фаворитом императрицы Елизаветы Петровны. Именно Алексей Разумовский считается первым хозяином Аничкова дворца. Аничков, один из главных дворцов императорской фамилии, был построен по приказу Елизаветы Петровны и подарен Разумовскому, как своему фавориту. Алексей с детства был обучен грамоте. Чуть позже он сбегает от своего отца в соседнее село, живет там в семье у дичка и поет в церковном хоре. Именно там его заметил полковник Вишневский. У юноши был прекрасный голос. Он забирает его с собой в Петербург. И здесь довольно быстро талантливый Алексей оказывается при дворе Елизаветы. И вот в 1742 году, по слухам, это не подтверждено, но, тем не менее, произошло их тайное венчание в подмосковном селе Пирово. Алексей поселился во дворце рядом с покоями императрицы. Они очень часто завтракали вместе, достаточно открыто жил при ней. Именно в это время в императорские обеды был вписан, например, борщ. Вообще Елизавета Петровна любила вкусно поесть и пристрастилась именно благодаря Алексею к блюдам украинской национальной кухни. А борщ она ела правильно всегда с чесноком и помпушками. Алексей сделал прекрасную карьеру при ней, был генерал-фельдмаршалом русской императорской армии. Сохранилось много слухов и легенд о детях, которые в теории могли появиться в этом браке. Но ни один ребенок не подтвержден официальными документами. За дочь Разумовского Елизаветы выдавала себя, например, знаменитая княжна Тараканова или Дороганова. Мы все ее знаем по картине Пловицкого, которая хранится в Третьяковской галерее. Сама картина является фантазией автора, но это уже другая история. В общем, Алексей чувствовал себя здесь хорошо. И при этом современники писали, что он достаточно прост и приятен в общении, не заносчив. После смерти Елизаветы Петровны он присягнул на верность другой императрице. Ему принадлежало несколько имений, например, подмосковные Горенки. А здесь, в Петербурге, на южном побережье Финского залива целых шесть деревень. В общем, повезло ему с подругой. Кирилл Разумовский, младший брат Алексея Разумовского. Родом оттуда же из села Лемеши Черниговской области. Последний гетман войска Запорожского, генерал-фельдмаршал русской императорской армии и президент Академии наук на протяжении 50 лет. Своим возвышением и карьерой Кирилл Разумовский обязан в большей степени своему старшему брату Алексею. Тот вызвал его из Малороссии в Петербург. И здесь все семейство Разумов получило дворянский титул и фамилию Разумовский. Кирилл был безграмотен и его отправили учиться в Европу. Там он инкогнито посещал лекции в разных университетах. Был во Франции, в Италии, но и вернувшись в Петербург в возрасте 18 лет, ему дают назначение президент Петербургской академии наук. Все научное общество было в шоке от этого назначения, от этого известия. Но Кирилл был достаточно умным человеком и доверенным лицом при Екатерине II. Она его очень ценила и считала даже умнее, чем его старший брат Алексей. Более того, ради Кирилла Разумовского, императрица, правда еще и Елизавета Петровна, воссоздала на тот момент уже упраздненное гетьманское достоинство. И в 1750 году его отправляют управлять гетьманщиной, войском запорожским. Женился Кирилл на Фрейлине Елизаветы, Екатерине Нарышкиной. И в этом браке родилось 11 детей, 6 сыновей и 5 дочерей. Интересный факт. Имя Кирилла Разумовского носит Московский университет технологий и управления. А в Петербурге сохранился его дом, в общем-то дворец, который, собственно, ради себя он и построил. Сейчас здесь располагается педагогический университет имени Герцена. Николай Васильевич Гоголь. Родился в 1809 году в Сорочинцах, современной Полтавской области. Он происходил из старинного казацкого, а позже дворянского рода Гоголей Яновских. Черты их быта носили частично панский, частично крестьянский, но традиционный малородский характер. В семье помимо Николая Васильевича было 11 детей, а самого его назвали в честь святителя Николая. Традиционный уклад их семьи будет иметь значительное влияние на все его дальнейшее творчество. В 10 лет отец отвозит Николая в Полтаву, там учиться, а позже он поступает в гимназию в Нежине. Через некоторое время их отец умирает, и Гоголь вынужден помогать матери, поскольку нужно обеспечивать остальных детей и помогать. Он в то время не мечтал еще о литературной деятельности, а скорее об общественной, о службе. И вот в 1828 году он приезжает сюда, в Петербург. Здесь он пытается стать актером, но актерское сообщество его не принимает. Плюс еще климат, такой себе дождик часто идет, короче говоря, разочарование. Тем не менее, все-таки Гоголь начинает заниматься службой и поступает в чиновники по линии Министерства уделов. И чтобы вот как-то отвлечься, начинает заниматься литературной деятельностью. А в 1831 году Николай Васильевич сближается с поэтом Василием Жуковским и с небезызвестным Пушкиным. Эти знакомства также очень сильно повлияли на все его дальнейшее творчество и на произведения. Он также в это время активно переписывается с матерью и узнает у нее о малоросских преданиях, традициях, особенностях быта, особенностях костюма. Вот эти все детали дальше он использует для своих произведений. И вот здесь, в Петербурге, в журнале «Отечественные записки» впервые печатаются его произведения. «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь» и «Сорочинская ярмарка». И вот, наконец, свет увидел «Вечера на хуторе близ Диканьки» – знаменитейшее произведение Гоголя. Он его писал также здесь. В то время он проживал в доме по набережной канала Грибоедова, 69. Дом этот отлично сохранился. Это доходный дом купца Зверкова. А сам Гоголь сменил в Петербурге множество адресов. Он жил на Невском проспекте, на Гороховой улице, на Казанской. Очень известный его адрес на Малой морской, 17. Там сейчас висит мемориальная табличка о том, что там жил Гоголь. А сама Малая морская улица с 1902 по 1993 год называлась улицей Гоголя, собственно, в честь Николая Васильевича. Произведение за произведением Гоголь создает свои шедевры. Невский проспект, Вий, Шинель, записки сумасшедшего, Тарас Бульба. Наконец, он создает «Ревизора» и «Мертвые души». И, кстати, интересный факт, если вы не знали, что сюжет «Мертвых душ» и «Ревизора» как раз-таки был подсказан Николаю Васильевичу Пушкиным. Маленькие анекдотичные истории в руках талантливого Гоголя превратились в гениальнейшие известные произведения. В 1844 году Николая Васильевича сделали почетным членом Московского университета. К тому моменту он немного устал от жизни от такой и уехал за границу. Там он путешествовал, ему особенно понравилась Италия, но что климат не как в Питере. Умер Гоголь в возрасте 43 лет, достаточно рано в Москве. И личность его до сих пор окутана мистикой и тайнами. Все ведь знают, что и со смертью его все не так просто. Есть некоторые теории. А в Петербурге сохранилось, во-первых, немало адресов, где он жил, а во-вторых, соответственно, и много мест, которые так или иначе связаны с его литературными героями. Один из оригинальных памятников нашего города находится на Вознесенском, 36. Нос майора Ковалева. Сам нос сделан из розового украинского гранита, который специально был привезен с родины Николая Васильевича. Ну, помните, это тот самый нос, который бросал своего хозяина и сам по городу разгуливал. Так вот, интересный факт. Памятник установили в 95-м году, а в 2002-м его не оказалось на месте. Исчез. Ушел гулять, возможно. Авторы изготовили точную копию и установили на этом доме. Через некоторое время нашелся оригинальный нос. В одном из подъездов дом неподалеку находился. Ну и, собственно, оригинал установили на место, а копию забрали в музей городской скульптуры. Анна Андреевна Ахматова. При рождении у нее была очень звучащая фамилия Горенко. А саму Анну Андреевну можно назвать смело одной из самых значимых фигур в литературе 20-го века. Она, как известно, представитель Серебряного века. Несмотря на великий литературный талант, она неоднократно подвергалась замалчиванию и цензуре а многие из ее близких людей, в том числе сын Лев Кумилев, аресту и репрессиям. То есть жизнь у нее была достаточно противоречива в эмоциональном смысле. Анна Андреевна родилась в Одессе, в районе Большого фонтана. Отец у нее был потомственным дворянином. Через год после ее рождения семья переезжает сюда, в Павловск, а затем в Царское село. И детство Анны Андреевны прошло здесь, под Петербургом, а летом она часто выезжала в Севастополь. И вот об этом периоде своей жизни она оставила такие воспоминания. Мои первые воспоминания царско-сельские. Зеленое сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, и под ром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в царско-сельскую оду. Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты. И там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний херсонес, около которого мы жили. Далее Анна училась в царско-сельском лицее, а позже в Евпатории и в Киеве. Первое свое стихотворение, по сути первое произведение, она написала в 11 лет. И тогда же ей отец запретил подписываться фамилией Горенко. Тогда она и взяла псевдоним Ахматова. Это была девичья фамилия ее прабабушки по материнской линии. Анна Андреевна писала, что немного застала Петербург таким, каким его примерно видел Пушкин. Конным, грохочущим, завешанным вывесками. А нелегкая судьба не могла не отразиться, естественно, на ее творчестве. Чего только стоит одна поэма «Реквием», которая по большей части является автобиографичной и посвящена жертвам политических репрессий 30-х годов. Кроме, собственно, литературной деятельности, Анна Андреевна занималась также переводческой деятельностью и литературоведческой. Она писала рецензии на произведения, например, Лермонтова или Пушкина, а также своих современников. Она, как известно, очень достаточно часто влюблялась. Несколько раз была замужем, но еще чаще влюблялись в нее, потому что она обладала особым природным магнетизмом. В 1924 году Анна Андреевна переезжает и селится здесь, в фонтанном доме. Вообще фонтанным домом называют вот этот вот дворец Шереметьевых, но логично, находится на фонтанке. Она, конечно, жила не в самом особняке, а в одном из флигелей во внутреннем дворе. А сад вокруг этого флигеля она называла магическим и писала, что сюда приходят тени петербургской истории. Прожила она здесь, ни много ни мало, 30 лет. Вообще большая часть ее жизни связана именно с Петербургом. Умерла Анна Андреевна в возрасте 76 лет в подмосковном Домодедове, а похоронена в поселке Комарова Ленинградской области. Там, на кладбище ее могила, это объект культурного наследия. И там же в Комарова есть дача. Это ее дача, которую выделил ей элитфонд. Она ее называла Будка. Домик, кстати, отлично сохранился, его можно там увидеть и сегодня. А память о Великой Ахматовой хранится во многих городах, например, в названиях улиц. Улица имени Ахматова есть в Одессе, в Калининграде, в Тюмени, в Москве, в Царском селе, во многих других городах. А в Петербурге можно найти памятник Ахматовой и даже не один. Следующий очень важный человек в контексте моего повествования сегодняшнего Тарас Григорьевич Шевченко. Он родился в 1814 году в селе Моринце, современной Черкасской области. Он не только поэт, но и прозаик, этнограф, художник, график. Центральное место в его творчестве занимает сборник «Кабзарь». Он является основой современного литературного украинского языка. Ну, так считается. Сразу замечу, что большая часть жизни Шевченко связана с этим городом, с Петербургом, и большая часть его произведений, больше половины, то есть и письма, и дневник, и многие произведения написаны на русском языке. Поэтому многие исследователи, совершенно справедливо, я считаю, относят его равно как к украинской литературе, так и к русской. Детство у Шевченко проходило достаточно сложно, он был в крепостных, но, тем не менее, у него была возможность учиться, и он очень любил, соответственно, учиться. В 16 лет он поступает прислугой в дом своего помещика Энгельгарта, а сам Энгельгард доводился племянником Григорию Потемкину. Сразу заметили талантливого юношу, он очень хорошо рисовал, и вот в 1831 году Энгельгард забирает его сюда, в Петербург, чтобы учиться живописи. Здесь деятели культуры достаточно быстро замечают талантливого юношу, и он становится их другом. Поэт Жуковский просит Карла Брюлова, чтобы тот нарисовал портрет императорской фамилии. Брюлов выполняет этот портрет, и была разыграна придворная лотерея. В итоге картину купили за 2500 рублей, и этих денег хватило, чтобы выкупить Шевченко из крепостничества. После чего он поступает сюда, в Академию художеств, учится, становится учеником и по совместительству товарищем Карла Брюлова. Ну, вкратце скажу, что далее Шевченко был заметен в деятельности политического кружка, и его отправляют в ссылку на военную службу в Оренбургский край. Там он какое-то время и находится. Но в 1857 году вице-президент Академии художеств граф Толстой и его супруга подают ходатайство, чтобы Шевченко вернуть сюда, в Петербург. Что, в общем-то, и было выполнено. Его возвращают сюда. После возвращения из Петербурга Шевченко увлекся и художественной деятельностью, и также поэзией. Этот его период очень хорошо известен, потому что он как раз писал дневник на русском языке в это время. А последние три года жизни Шевченко провел здесь, в стенах Академии художеств. Он здесь и жил. Умер поэт и художник, кто также здесь, в Петербурге. И был похоронен на Смоленском православном кладбище, что на Васильевском острове. Сейчас там установлен памятный знак об этом событии. А через 58 дней его прах перенесли на Украину и захоронили там, в районе Канева. Согласно его завещанию заповеду, он писал так. «Як умру, то поховайте меня на могиле, среди степа широкого, на Украине милей, Що планы широкополей и Днепро, и круче, было видно, было чути, як реверевучий». Кому интересно, можете погуглить. Есть перевод Твардовского этого стихотворения, также достаточно мелодичный и печальный. Один из известных адресов, который имеет отношение к поэту, дом на Загородном проспекте 8. Там висит мемориальная доска, что с 1832 по 1838 год Шиченко проживал в этом доме. Тогда он очень много рисовал портретов и также занимался поэзией. Это было как раз-таки еще до ссылки. Ну и, конечно, другой знаменитый адрес, это самая Академия художеств, где он жил, учился и работал. Здесь сейчас есть маленький музей, посвященный ему, по сути, комнатам, мемориальная, где сохраняется обстановка, как было примерно при нем, и хранятся его работы, эскизы, графика, акварели. Ну что ж, как я уже говорила, большая часть жизни Шевченко связана с Петербургом, а вовсе даже не с Украиной, как ни странно. В 2001 году на карте города появилась площадь имени Тараса Григорьевича Шевченко. И по сей день такая площадь у нас есть, одноименный сквер, там установлен памятный знак, а также есть памятник Тарасу Григорьевичу на этой самой площади. На памятнике надпись «Великому сыну Украины Руси». Илья Ефимович Репин в представлениях не нуждается. Художник великий и академик Русской Академии художеств. Он прожил достаточно длинную, насыщенную жизнь, насыщенную самыми разными интересными событиями. А родился он в 1844 году в Чугуеве, современной Харьковской области. Мать у него происходила из хорошей семьи, был образованной, отец был билетным солдатом. И украинские мотивы в творчестве художника появлялись достаточно часто. Репин очень рано обнаружил в себе желание рисовать. И, в общем-то, талант. Сначала он учился рисовать в типографии, а затем у иконописцев. Через какое-то время он переезжает в Петербург и поступает учиться в Академию художеств. Здесь он сблизился в то время с художниками Поленовым и Крамским. И достаточно быстро он делает значительные успехи, получает несколько наград Академии, в том числе большую золотую медаль Академии художеств. 1870 год. Репин начинает свою работу над своим гениальным произведением «Бурлаки на Волге». Картина произвела фурор. Позже он уезжает путешествовать по Италии, Испании, Франции. Там он, кстати, создает Садко и возвращается через некоторое время в Москву. Чуть позже переезжает в Петербург. Одно за одной Репин создавал здесь свои великие произведения. Иван Грозный и его сын Иван не ждали. Казаки пишут письмо турецкому султану. Заседание Государственного Совета, кстати, написанное по заказу Александра Третьего. Ну и так далее. Общаясь с Бенуа и Дягилевым, Илья Ефимович некоторое время был членом мира искусства. Позже он начинает преподавать в Академии художеств. И он вместе с учениками иллюстрирует множество литературных произведений. Ну, например, Некрасова и Лескова. Для того, чтобы написать картину царевна Софья, его жена Вера помогала ему и сшила специально платье, используя образцы из оружейной палаты московского Кремля. Репин дважды по просьбе Павла Третьякова писал портреты писателя Тургенева. И дважды неудачно. Вообще портрет писателя этого он считал своей самой неудачной работой. А, помимо прочего, он общался хорошо, да, в общем-то, дружил с писателем Львом Толстым. Вот почему Лев Толстой очень часто появляется в его произведениях и на картинах, и отдельно очень много портретов написано. Но одна из самых знаменитых картин – Лев Толстой на пашне. В Питере немало можно найти мест, так или иначе, связанных с Ильей Ефимовичем. Ну, во-первых, это тоже здание Академии художеств. Во-вторых, он сменил несколько адресов, где он жил, в частности, здесь, на Васильевском острове. В честь художника названа целая улица. Вот это улица Репина. Кстати, она самая узкая в нашем городе. Около 6 метров ее ширина. На площади Репина есть дом, в котором художник прожил целых 13 лет. Ну, еще один из адресов – это усадьба Пинаты в поселке Репино в Ленинградской области, что под Питером. Там художник жил и творил. Там есть очень приятная, такая светлая его мастерская. И вообще, это сейчас хороший музей при случае обязательно к посещению. Немножко украинского можно также найти в топонимике улиц нашего города. В Александродневской части, недалеко от Лавры, есть такие улицы, как Кременчугская, Миргородская, Харьковская, Полтавская, Херсонская. А возле Смольного собора есть улица Одесская. Украинская кухня, конечно же, есть в нашем городе. Если вот вам захочется горилочки в сальце, то вы можете пойти на Литейный проспект, в Корчмусало или, например, на Караванную улицу в ресторан Водограй. Мы сегодня там начинали нашу съемку возле этого ресторана. Там, кстати, есть галушки по фирменным рецептам этого ресторана. И также проходят заседания украинской национально-культурной автономии. А на улице Некрасова есть ресторан Пузата Хата. Ничего общего с одноименным кафе быстрого питания в Украине у него нет. В Украине как раз-таки это сеть столовых, вкусных, но тем не менее, вот такой быстрый формат. Здесь же это ресторан в таком колоритном национальном стиле. Напоследок хочу сказать, что Санкт-Петербург – это город-космополит. Здесь проживает более 30 национальностей, и это как минимум. С самого момента его основания – это город всех национальностей, всех религий и всех культур. Поэтому здесь всем мир. На сегодня у меня все. С вами была я, Ира, гид в шляпе. Мои контакты находятся в описании, поэтому пишите, звоните, приходите на экскурсии. Будет еще много интересных историй. Всем пока! Ну или до побачения, не ворбачения.